Вообще кодирование текло удалось запустить? Угу. Уже запись идет, да? Отлично. Приветствую всех, кто... Вот, нафигацию запись, и запись будет короткая. Итак. Есть глобально два подхода в кодировании текста. Первый — это равномерное кодирование. И неравномерное кодирование. И неравномерное кодирование. В чем суть? В равномерном кодировании у нас... И там, и там у нас есть некий алфавит допустимых символов, которые я назову буквой А. Ну и повечу, что это множество второй чертой. Это алфавит допустимых символов. И там, и там он должен быть четко оговорен, ограничен и ясен. Мы эти символы собираемся кодировать. Каждому символу нужно выдать двоичный код. Хотя, в принципе, можно говорить о кодировании не обязательно двоично, но сейчас мы будем говорить о кодировании. Итак, в равномерном кодировании каждому символу выдается код одинаковой длины. Понятно? Код символа. Ну давай. Код символа одинаковой длины. Одинаковой длины. Дураку понятно, что два разных символа невозможно закодировать одинаковым кодом. Это понятно. То есть, для того, чтобы нам разобраться, где какой символ, достаточно просто взять и разрезать последовательность бит на соответствующую длину. Пятибитные он сканирует. Пожалуйста, по пять бит нарезаем. Вот они, символы. Так, пятибитные он сканирует одинаковые длины. Всё, запись будет длинной. Вы можете разобраться. Ну, мы когда закончится, сделаем пижон. Значит, не одномерное, а пижон. Код символов разной длины. Код разной длины для разной длины. Это не то. Сразу, вы можете сказать, а зачем это надо? Какой резон? Ну, я вам скажу, во-первых, потому что это реально используется, иначе как это не используется. Например, такой является копировка Unicode UTF-8. Именно она используется в питоне. Ну и вообще в интернете глобально. Она одна из самых широких стран. Так, код символов одинаковые длины. Ну, давайте я не буду архаически о копировке какие-нибудь упоминать. Я вот УТФ-16 помешу. УТФ-16, УТФ-32, это международные кодировки равномерного кодирования. Соответственно, 16 бит, это сколько бит тратится на символ. Кстати, а сколько требуется бит на символ? Этот вопрос довольно тривиальный, потому что очевидно, что, например, одного бита хватит, чтобы закодировать два символа. Когда двух бит, чтобы четыре. Когда трех бит, чтобы восемь. Ну и соответственно. У меня есть некоторое количество бит. Спрашивается, сколько символов я могу закодировать. Следовательно, два степени И различных символов. Количество символов, допустимых символов в алфавите, называется мощностью алфавита. Ну как мощность множества. Мощность алфавита. То есть количество символов. То есть, короче говоря, если уж нам приходится использовать 5 бит, то мы все 32 символа будем использовать. Зачем нам оставить какие-то символы, какие-то кодовые комбинации без символов, которые они кодируют. Если у нас, например, 7-битное кодирование, а в свое время для американского стандартного кода АСКИ было выбрано именно 7-битное кодирование. Это была счастливая совершенно случайность, которая привела к глубокому несчастью развитию национальных кодировок вместо выработки ЮНИКОД. И продолжительному наличию кракозябров в интернете. Сейчас они практически отходят. Потому что ЮНИКОД широко кодируется. Ну вот, в свое время АСКИ был 7-битный, и получилось, что можно расширить это одним битом. Ну, короче говоря, в любом случае, 7 бит, 128 различных символов, и в этой кодировке каждому коду соответствует какое-то значение. Я сейчас нарисую двоичное дерево, которое будет помогать мне разобраться в том, какой код, какой букве соответствует. Я сейчас возьму 4-буквенный алфавит, да, ББП, ну и закодирую буковку А двумя нулями. Я ее нарисую вот так вот. Это состояние, когда я только начал читать кодовую последовательность. Прочитав 0, я перехожу в это состояние. Прочитав еще 0, я перехожу в состояние, когда я понял, что это была буква В. Тогда можно читать следующую. Если я после нуля увидел единичку, то я говорю, это буква В. Если я после единички увидел 0, то это буква В. Если я после единички увидел единичку, то это буква В. вот это это префиксное префиксное дерево префиксное дерево то есть в нем у меня от начала разбираются неравномерная котировка я могу конечно выписать буква А у меня котируется 0,0 буква В 0,1 буква В 1,0 буква Г 1,1 я для чего это сейчас выписываю для того чтобы взять и начать с вот этого с конкретного конечного результата давайте кот разной длины сделаем буква А,например 0 буква В,например 1 буква В 1,0 буква Г 1,1,1 ну вот например система кодирования с неравномерной но возникает там Г начинается с Б а? там Г с Б неоднозначного неоднозначного декодирования но мне проще нарисовать сейчас префиксное дерево для данного кода вы увидите просто глядя на это дерево что этот код будет декодироваться неоднозначно как это видно вот у меня по нолику висит А по единичке я подвисил букву В Дальше 1,0 это у меня висит буква В да? и буква Г у меня соответственно сюда 1 и еще 1 это буква Г ну видно? видно не только то что буква Б является началом буквы Г да? и что ее можно спутать с 3 буквы Б это буква Г да? то есть если я закодирую например там не знаю ГАГА то можно подумать что это БББ ну давай ГАГА возьмем и закодируем ГАГА что получается 1,1,1 0 1,1,1,1,0 или возникает очень многозначное декодирование да? а именно я могу например предположить что 1,0 это вообще-то буква В да? то есть это я говорю ВВ да? В Дальше что? Другое ну допустим давайте Г ну я так для простоты ГАГА понимаете? и комбинации возможностей и так и сяк это будет декодировать много неоднозначное декодирование неоднозначное то есть система кодирования в которой возникают такие ситуации неоднозначного декодирования является заведомо плохой то есть этот код выкинуть заменить как его заменить есть такое понятие условия фоно условия фоно звучит следующим образом неодин код условия фоно фоно а приближение кстати сделали да ни один код не является началом другого не является началом другого у нас здесь проблемной является буква Б которая кодируется единичкой как ее спасти как спасти систему кодирования как изменить код буквы Б надо посмотреть куда ее можно повесить так чтобы у меня отсюда убрать есть ли у меня где-то еще неиспользованное возможно да вот тут вот у меня еще на самом деле какая разница где она слева справа здесь не так важна эта последовательность насколько важна принципиально возможность декалировать вот я сейчас взял и исправил я увидел на префикс на дереве куда ее сунуть так чтобы у меня выполнялось условия фоно однозначного декалина да и взял и напишал соответственно 1 1 0 давайте я сейчас возьму и напишу вам еще одну систему букву букву а запишу 1 букву Ну, вы мне сразу скажете, а условие ФОНО нарушено, да, и этот код не является однозначно декодируемым, правда? Почему? Дело в том, что условие ФОНО является достаточным, оно не является необходимым условием. Вот если оно выполняется, то код однозначно декодируем. Но если оно не выполняется, это еще ничего не значит. Ну, во-первых, можно расшифровывать с конца. Давайте для этого кода напишем суффиксное дерево. А давайте перед суффиксом дерева что-нибудь закодируем. Давайте, БАГАВА, БАГАВА, например. Ну, давайте попробуем. Так, сейчас, секундочку, что у нас получается? 1, 0, 1, что дальше? Г, 0, 0, 0, прошу прощения, 0, 0, 0. А дальше что у нас? А, 1, В, 1, 0, 0 и А, 1. Ну, казалось бы, мы начинаем от начала расшифровывать и видим 1, 0, а, ну тут слава Богу. 1, 0, да, здесь у нас что? 1, 0 или 1, 0, 0, да, мы должны разбираться, что именно из этого. То есть оба предположения нужно отыграть. Да? Если 1, а, прошу прощения, и еще хуже, да, есть третий вариант. Есть 1, есть 1, 0, а есть 1, 0, 0. Какая из этих вариантов срабатывает? Ну, благодаря тому, что у меня там дальше пуст 3, 0, я могу вот эти оба варианта отсечь и оставить вариант только с буковкой А. Да? Но, тем не менее, это не так тривиально. Это вообще должно разобраться, вникнуть. И это может не с первого раза. Не так, что сразу с первого же символа я там это обнаружил. Это так, хорошо. Дальше. 1, 1. Ну, благодаря тому, что там дальше единичка, можно точно сказать, что это буква А. А, дальше 1, 0, 0. И опять возникает проблемная ситуация. Это либо А, либо В, либо В. Да? И я могу разобраться с тем, что это В, на самом деле, только благодаря тому, что дальше один символ, который по-другому кроме как бы А не разобрать. А 0, 0, 1 или 0, 1 таких нет. В общем, проблемы как бы есть, ощущаются, но вроде бы однозначно пока получаются. А на самом деле, действительно, существует такая вещь, как обратное условие фоно. Обратное условие фоно записывается следующим образом. Обратное условие фоно. Ни один код не является концом другого. Ни один код не является концом другого. Ну, или суффиксом. Я замечу, что для равномерного кодирования очевидным образом выполняется и условие фоно, и обратное условие фоно, потому что они все одинаковой длины. Просто коды должны быть разными для разных букв и все. А здесь не все так однозначно. Возникает ситуация, что либо одно, либо другое может выполняться, и этого достанется. Но если у нас выполняется обратное условие фоно, то мы имеем возможность быстро и однозначно декодировать с конца. 1, у меня на единичку заканчивается только А. Дальше. 0, 0, 1. Но у меня вот он, только В. Видно. Дальше. 1. Это только А. Дальше. 0, 0, 0. Это только Г. 1, 0 с конца. 1 у нас. Это А. И 0, 1 это у нас Б. Ясно? Получили? Итог. Соответственно, в этом случае нам может понадобиться суффиксное дерево для того, чтобы понять, ну а для чего он вообще реально бывает нужен. Потому что, в принципе, так если уже система кодирования уже готова, нам это дерево не нужно ни префикс на ни суффикс. Мы быстро просмотрели условия фоно, обратно условия фоно, просмотрели и сказали. Да? Но если у нас система кодирования недоделанная, и нам нужно придумать, как закодировать какую-то букву, то тут эти деревья могут пригодиться. Ну и опять же, на ЕГЭ ваши братья и сестры будут задавать, можете им посоветовать, чем запоминать условия фоно. Легче взять, нарисовать вот этот конечный автомат. И все. Суффиксное и префиксное. Короче говоря, префиксное дерево будет у меня от конца рисоваться. Это не очень привиально осознать. Может быть даже имеет смысл вначале отзеркалировать эти коды. 1, 1. 1, 0. 0, 1. 1, 0, 0. И 0, 0. Итак, что у меня получается? Что у меня буковка А заканчивается единичкой. 0, 1. 0, 1. Соответственно, 0, 1. Это у меня буковка В. Она заканчивается. 0, 1. И, соответственно, 0, 0, 0, 0, 1. Это у меня буковка В. И 0, 0, 0. Это у меня буковка В. Понятно? То есть я просто анализировал с конца. Но чтобы было понятен, я их сам не помню. Это у нас суффиксное дерево. Эти префиксы и суффиксы дерева, деревья, они не только для систем кодирования бывают. Они еще нам перетерпят. Так, все, с однозначностью декодирования неравномерного мы с вами решили. Есть алгоритмы, которые позволяют, исходя из набора частот символов, выбрать систему кодирования оптимальную. Это методики сжатия текста фактически. Это код Хаффмана. Есть еще один. Но не суть важна. Есть методики, как, зная частоты символов в тексте, подобрать им, соответственно, коды. При этом, чтобы декодирование было однозначным. Теперь, что мы с вами делаем? Занимаемся проверкой. Так. Что у нас со временем? Вроде 20 минут. Еще 20 минут? Отлично. Тогда мы можем вполне успеть написать вычисления. Давайте пока еще немножко графики от послепережива. Поиск под строки в строке. Поиск под строки в строке. Пока оставим. Я его хотел, по-моему, вносить в первый семестр, но я не помню, я его вносил или нет. Вносили. Был? Было. Напоминает надо? Да. Давайте я же... Я все-таки напишу. Поиск под строки в строке. Дело в том, что он нам нужен. Поиск под строки в строке. Значит, наивный поиск под строки в строке осуществляется следующим образом. У меня есть строка с, которая содержит... Давайте я тут только буквы а и б. Латинцы. А, Б, Б. Б, Б. А, Б. Б, А, А, А. Б, Б, А, Б, Б. Б, А, А. Б, Б. Зачем вы смеетесь? Я, может, и единичка мог бы записать? Вы бы не смеялись. Ну, вот, под строка. Ну, непонятное дело, что могут быть другие символы. Хотя, видите, С допишу. Ударим. С, в 3 части. Есть под строка. САБ я назову. Требуется проверить, а есть ли такая под строка. Б, Б. Б, А, Б, А. Вот есть такая под строка или нет такой под строки? Ну, давайте сократим. Что я буду делать? Я буду прикладывать эту под строку к каждому индексу. То есть я беру ее и сравнюю, есть тут такая или нет. А тут есть такая или нет. А тут есть такая или нет. А тут и так далее. То есть я каждый раз просто проверяю и обрубаю, что подстановка не удалась. Как только я нахожу перворасходящийся символ. Ну, соответственно, что у меня будет? Да, я заведу сейчас функцию. Dev. Find. Параметры, в которую я параметры получаю строку и под строку. С и САБ. Дальше. Я завожу поз, которая будет у меня указывать на... Какая позиция у меня сейчас будет предполагаться? Нулевая. Нулевая для начала, да? А зачем я делаю так? Я же не while могу действовать, да? А я могу, в принципе, return обходить, когда нашел. Поэтому поз я сейчас в цикле форм буду вообще запускать. Циклом. Итак, это позиция. Поз я начинаю перебирать. Пор поз. В каком диапазоне? Ну, естественно, что от нуля я начинаю прикладывать. А последнее прикладывание будет у меня в позицию лен от С минус лен от САБ не включительно. Лен от С минус лен от САБ. Так, на эту очередь еще. Итак, что я буду делать? Я начинаю перебирать и индекс символа. Для for i in range sub in range sub и если у меня если у меня в этом цикле хотя бы один символ расходится то есть если у меня сам и ты не равен С поз плюс и тому С сам и ты не равен С поз плюс и тому то, что я сразу говорю значит подстановка здесь не удалась. вот здесь вот лен С минус sub от С допустим, я ищу один контроль ищу символ один лен САБ равна один соответственно у меня какая получается здесь значение лен С минус один да и это будет недостигаемое значение значит я поищу в позиции сейчас правильно ли вообще получится нулевой даже может быть плюс один надо поставить а? плюс один плюс один да? сейчас я чтобы точно не набрать подумаю если еще один символ то последний символ строки надо да, действительно сюда еще нужно добавить плюс один а выход точно итак если символ не совпал то тогда я вот этот цикл просто его прерываю а тот цикл пока продолжается на прикладывание к следующей позиции в этом случае я беру break если я вот этот цикл форм благополучно заканчиваю благополучно заканчиваю я мог бы это сделать при помощи логической переменной которая в этом случае становится фолсом перед break но в питоне есть такая штука как else else это часть цикла форм в которую мы заглядываем тогда когда вышли не через break я воспользуюсь этой возможностью замечательной чтобы вот здесь вот зафиксировать что подстановка удалась и сделать return этой самой позиции коз все первое найденное слово нашел соответственно цикл форм вот этот вот у меня если закончился значит ни в одной позиции подстановка не удалась и я должен вернуть что-нибудь неразумное но по традиции питоновского файда я минус 1 верну понятно примитивный поиск под строки в строки вопрос вот сейчас можем ли мы можем ли мы делать это быстрее почему это требуется делать быстрее дело в том что скорость прикладывания не такая маленькая я специально сделал это не срезами а явным сравнением по символям этих строк чтобы было видно что здесь есть этот вложенный цикл форм в котором асимптотика длины под строки то есть скорость наивного поиска получается о от н количество символов в строке с умножить на м длину под строки если у меня длина строки миллион а под строки тысяча то домножение на тысячу меня не очень-то радует в тысячу раз больше под строки искомые они бывают длинными например геном вы ищете какую-нибудь там подпоследовательность в ДНК ну и у вас огромная огромная строка в которой у вас всего лишь 4 символа вам нужно вычленить какую-то последовательность 4 допустимых символа и вы берете и ищете вот там как раз вот эти все вещи они очень-очень нужны да и это нужно делать эффективно давайте сейчас покажу вам алгоритм который вас очень порадует своей эффективности вопрос в том как его потом будет расширить и распространить и так давайте искать последовательность букв не вот такую вот сейчас это относительно сложно а АБЦД под строка конечный автомат для АБЦД конечный автомат поиска АБЦД и так я в строке ищу вот такую подстрочку АБЦД как я буду это делать допустим у меня допустим у меня в начале первый символ первый символ был не А в этом случае у меня будет сколько символов на этом 0 я заведу состояние моего конечного автомата 0 и если я нашел не А то я буду оставаться в этом состоянии то есть Б С или Д я буду рисовать вот так вот стрелочкой ну между прочим сразу видно что будет у меня рождаться сейчас оргграф и у меня петля возникла да петля в оргграфе ну и у нее в качестве условного веса написаны символы так по которым я перехожу в состояние из состояния 0 в состояние 0 если же я нашел букву А то у меня уже будет состояние 1 потому что 1 символ моей последовательности найдет если после этого я найду символ ну давайте я буду записывать вот я нашел символ не знаю B C D B B B C не важно это все я оставался еще в нулевом состоянии да и вот тут символ А я перешел в состояние 1 если я сейчас встречу C или D да то я сваливаюсь как только я А C значит все я могу дальше А B C D не искать потому что мы ждем букву B значит C и D являются нежелателями буквы почему я А не записал дело в том что если я после буковки А то вот А C А D это все сбрасывается на нос да но если я после буквы А встретил букву А то это спорная ситуация она одновременно говорит мне значит тут мы ждали B а B нету но с другой стороны я могу сказать ну может быть теперь это новое А будет началом поэтому я остаюсь в состоянии один символ понятно ну и конечно желательная для меня ситуация если дальше будет символ B в этом случае я перехожу в состояние 2 состояние 2 ну если после А B дальше встретиться D то D мне все сейчас накроет и заблокирует ну такая же кстати ситуация будет если А B B все заново ни одной буквы у нас нет под последовательность нужно искать заново соответственно меня не порадует B меня не порадует D если Если же я после этого А, В встречу снова А, то я... Все. Итак, соответственно, если у меня буква А, то мы откатываемся, но не так далеко, на первое состояние. Если же мы нашли букву С, то переходим в третье состояние. Там та же история. А возвращает нас в состояние 1. Если мы второй раз встретили С или вместо Д встретили В, то есть В или С, то мы скатываемся на состояние 0. Но если после третьего состояния мы нашли буковку Д, то мы перешли в состояние 4. Конечный автомат будет работать за удивительное время. Да, его еще, конечно, надо написать. Но работать он будет за удивительное время. Он анализирует только один раз каждый симптом. С чем можно сравнить конечный автомат? С философом, который едет в вагоне поезда и не может его остановить. Он едет и наблюдает, и анализирует последовательность за кругом. Вот у нас как бы некая каретка едет мимо, и мы смотрим на каждый символ только по одному разу. И меняем свое состояние. Но в какой-то момент мы приходим к заключению о том, что АВЦД найден. Данный конечный автомат, конечно, очень простой. Но для любой подстроки такой конечный автомат можно построить. Как его хранить в памяти? Смотрите, что это такое. Это граф. Как его хранить в памяти? Как графы хранят, так и хранить. То есть, в принципе, у нас методика хранения есть. Более того, у нас есть разные варианты хранения графа. И самый последний, который был связан с деревьями, когда деревья мы хранили двоичные, то там мы создавали класс. Вот этот переход. Вот этот метод не нужно отбрасывать, он тоже может в этом случае пригодиться. Сейчас я не буду делать этот конечный автомат. Еще же его нужно создать. Этот граф надо в памяти построить. Его нужно создать под конкретную подстрочку. Соответственно, будет уходить время на создание конечного автомата. А если бы он был, то время поиска O от длины строки. O от N, где N, это длина строки. Понятно? То есть, возникает только вопрос, как мы построим этот конечный автомат, где мы его возьмем. Но про это, наверное, не сегодня вообще будет речь. А сегодня я покажу вам работу построения конечного автомата для конкретной строки, захаркоженного прямо в код. То есть, как железяка, которая предназначена для поиска именно конкретной. Перерыв, 5 минут. Существует такой подкласс алгоритмов, которые вычисляются им довольно легко. Которые даже не требуют алгоритмической полноты исполнителя. Вот я не зря сравнил с философом, который только смотрит. Смотрит и анализирует. То есть, он не может изменить сейчас эту строчку, проанализировать, отсортировать ее. Этого всего он не может сделать. Он может только прийти к какому-то умозаключению у ней. И все. Но правда довольно сложно. То есть, проанализировать ее на самом деле можно довольно точно. Хорошо. И, в принципе, конечные автоматы могут быть разными. Я напишу обязательно вот тот конечный автомат. Но для начала несколько простых конечных автоматов. Смотрите. Состояние 0 и состояние 1. Два состояния. Я читаю бинарную последовательность из ноликов и единичек. Когда я вижу единичку, я перехожу из одного состояния в другое. Когда я вижу нолик, я остаюсь в этом же состоянии. Что это такое? Это проверка четности количества единичек. Допустим, 0 начальное состояние. И есть какая-то последовательность из ноликов. Вот примитивная такая штуковина. Вот этот примитивный граф конечных состояний. Он мне вернет четность количества единиц данной последовательности. Понимаете? Ну, можно еще раз говорю. Можно вот более сложные строить. Давайте для начала сейчас напишем очень короткие просьбы. Начальное состояние. State равно 0. Дальше я запускаю цикл считывания ноликов и единичек. Я сейчас для простоты буду их брать из строки S. For, соответственно, x in S. И дальше я говорю. Соответственно, если у меня этот символ C равен нулю. Да, но тут такой момент. Я сейчас хочу оформить это именно как конечный автомат. То есть, в первую очередь, он вникает в то, каково мое состояние. Мое состояние 0. И дальше, исходя уже из этого, из исходящих дуг, да, он смотрит, куда он будет переходить в зависимости того, какой символ. Таким образом, я спрашиваю. If state равно-равно 0, то если у меня C равно 1, то state равно 1. Иначе, если элиф стей равно 1, в этом случае я не прописываю, если символ равен... Прошу прощения, символ у меня символ. Дозу идти с кавычками. Ну и, соответственно, я не прописываю C равно 0, потому что там ничего делать не надо. И иначе, если state 1, то если у меня C равно 0, то state равно 0. Все, в итоге, я беру и печатаю принт state. Состояние является ответом на мой вопрос. Теперь переходим к конечному автомату поиска ABCD. Начальное состояние равно 0. Дальше. Пока for C и S for C и S что я делаю? Если состояние равно 0, то новое состояние зависит от символа. Каков он? Если символ буковка А... Давайте вначале позитивную динамику смотреть. Если А, то... Итак, если у меня C это А, то новое состояние 1. Иначе, если... А что иначе есть? А, иначе ничего. Можно не писать. Да. Что? Ой, перепутал. И там, и там, если символ единичка. А, и еще раз скажу, здесь можно было вообще сократить, и вообще коротко там чуть ли не в одну строчку написать. Не обращать внимание на состояние, а менять состояние... Ну, не будем упрощать, чтобы структура была вот такая. Итак, если состояние нож... Иначе, если элит стоит 1. В этом случае что? В этом случае я по-разному себя веду. Если там В, то я перехожу в состояние 2. Если C равен символу В, то новое состояние 2. Но символ А я тоже должен проверить. Элит C равно А. В этом случае я перехожу в состояние 1. Да, я могу этого здесь не делать, потому что я и так в состоянии 1. Сэкономим. А то у меня места так еще не хватит. Пропустим. А когда на самом деле здесь есть некоторая хитрость, экономия может обернуться к худшему. Давайте не будем экономить. Я не буду считать. Я напишу else state равно 0. 0. И тем самым, поскольку я здесь я бы сказал, что state равно 1, то я отделил оставание в этой ситуации и else, если там не А и не В. то тогда переходим в состояние 2. То есть для C и D автоматически. Иначе если состояние если состояние C равно равно А. Повезло, но не так. Мы обломались, но зато имеем букву А новое начало. Тогда состояние переходит в 1. Ну, а если совсем не повезло, то состояние переходит в 0. State равно 2. мне нужно дальше написать еще один элиф. Я вот так вот черпну черту и его вот здесь напишу. Иначе если элиф state равно 3, равно равно 3, в этом случае что я делаю? Это примерно то же самое, что здесь. То есть на самом деле алгоритм здесь довольно примитивен. Мне приходится повторяться, но я все-таки это сделаю, чтобы вы четко почувствовали логику конечного автомата. Если состояние равно 3, то если символ это D, то мы переходим в состояние 4. Иначе если символ это A, тогда мы переходим в состояние 1. Иначе я перехожу в состояние 0. Возникает вопрос, а что делать, если состояние 4? А может ничего не делать? Оно, я бы в двойном кружочке выбрал, оно конечное состояние. В этом состоянии философ уже вошел в состояние нирваны и не обращает внимания на происходящее за окном. Он нашел под страхом. Все. Поэтому я могу даже не прописывать. Ну, или прописать здесь элиф стейт равно-равно 4 и в С любое двоеточие стейт равно 4. В общем, состояние 4 является конечным и изменений уже не требует. Вопрос, требуется ли конечному автовату считывать строчку до конца или написать нет, конечно, я могу написать вот такую штуку. Элиф стейт равно-равно 4 в случае брейк. Ну, просто, чтобы закончить этот процесс быстрее. Ну, уже нашел все. А? Зачем я это делаю именно так, чтобы подчеркнуть логику конечного автомата? Я держу в уме машину Тьюринга, которая конечный автомат является ее простым частным случаем. вот, и чтобы логика вот это была, вот состояние, а потом в рамках состояния, я могу пытаться тут быстрее как-то узкую, я могу вначале, а если у меня написать вместо вот этого C, и в C равно A, то стоит один. Понятно? я могу оптимизировать вот эту конструкцию, но у меня не стоит такой задачи сейчас. Более того, вы можете сразу сказать, Павел Федорович, а давайте мы тут правда возьмем сейчас словарь, граф, и ассоциативным массивом будем состояние прописывать. Ну правда, ведь здесь от состояния и символа напрямую зависит следующее состояние. Можно взять и ввести словарь, в котором у меня новое состояние будет значением по ключу, который состоит из старого состояния и символа. Да, так можно сделать безусловно, но мы этого сейчас делать не будем. А вообще как это произволит срагедию? А? А если нет? А вот это как раз хороший вопрос. На него я расскажу в следующий раз. Заход я сделал. Как построить конечный автомат? Как его хранить в памяти? И как с этим делом? Я надеюсь, что мы доберемся до этого в следующий раз, потому что у нас еще будет море справки. А еще там будет. Так, ладно. Сколько нас осталось, 10 минут. И я очень хочу успеть вам рассказать вычисление расстояния Ливенштейна. Типографическое расстояние типографической ошибки между двумя строками. Вы, наверное, опечатывались иногда в строке поиска. в строке. Да? И почему-то все равно находит поисковик. То, что вы искали, вероятнее всего. Ну, правда, иногда бывает он смешно очень. Будет особенно, когда смс отправил, а в том, читаешь, тоже это отправил. Когда люди с заменой работают. Ну, есть такое понятие, как типографическое расстояние между двумя строками. Расстояние Ливенштейна. Вопрос вот. Как мне между строчками С1 и С2 ввести норму, грубо говоря. Сколько они символов отличаются друг от друга. Ну, например, давайте кому-нибудь конкретику для начала. Мама и Мим. Сколько здесь отличий? Смотрите, есть три варианта. Можно еще кое-что сделать. Ну, ладно. Сколько здесь, какая разница? Что можно сделать, чтобы превратить маму в МИ? Первое. Мы можем осуществить добавление вставки. Вставку, прошу прощения. Вставка нового символа. Вставка нового символа. Второй вариант. Потеря символа. Удаление символа. надо подлиннее слова, чтобы было понятно. И третье замена. Когда у нас символ заменился на какой-то другой. Буква А на букву Д часто в книжках меняют, получают. Или замена символа. Три типографических варианта опечатки. Типографическое расстояние между строками. Минимальное количество этих операций по превращению одной строки в другую. В данном случае видно, что минимальное типографическое будет замена А на и потеря буквы А. между вот этими двумя строчками расстояние L будет чему равно? Двойки. Логика понятна, да? Это логика самого того, что такое расстояние Львинштейна. А теперь как оно вычисляется? Во-первых, сразу скажу, оно вычисляется методом динамического программирования. Значит, нам нужно сейчас будет формулировать рекуррентную формулу и понять, как именно мы будем дальше обходить. Итак, вот здесь у меня оно F и тоже называется, а не V и R. Давайте R пускай называется. Значит, итак, введем расстояние Львинштейна между подстроками А и В. Давайте А и В это называется. А и B это соответственно строки. Их подстроки срезок по сути, да, у меня будет А от начала до и того символа, да, и B от начала до житого символа. Понятно, что имеется в виду? Да, вот такие срезы сейчас у меня будут участвовать. Так вот, я введу сейчас функцию F от соответственно И, ИТ, ЖИТ, ФИТ, ЖИТ, которая будет расстоянием Львинштейна между подстрокой А по ИТ символ от нулевого и минус первого и символа, да, и B соответственно от начала до житого символа от нулевого до ЖИ минус первого, то есть ЖИ символа, да. Понятна логика? То есть я ввожу частичное расстояние Львинштейна между кусочками, между подстрочками, между префиксами двух строк А и Б. Соответственно у меня возникает вопрос, а чему равно вот это ФИТ ЖИ если я кое-что знаю про расстояние Львинштейна по подстрокам. Итак, смотри. Значит, ФИТ ЖИ У меня глобально различаются две ситуации. Первый. У меня собственно символ в этой строке очередной символ у меня либо равен ИТ равен Житому А ИТ равен Б Житому. На самом деле Жи минус первого это И минус первого. То есть очередной если я начинаю от единичек. Если последние два символа здесь они равны друг другу, тогда я могу сказать, что значит расстояние типографической ошибки оно у меня возникает представьте, что у меня последняя буковка А, а там какое-то слово. Так вот типографическая ошибка между этим и этим словом длина типографической ошибки ровна длине типографической ошибки между этими словам правда да никого и замены дополнительные не требуется то есть я говорю если буквы последние буквы совпадают последние буквы совпадают то тогда я говорю что f и t g t просто равно f и минус первому g минус первом так а если у меня не совпадает так значит что я говорю возможно какая ситуация либо я дописывание об эту строчку могу это исправить а дальше вот я сравниваю типографическое расстояние этой под строкой и вот эти включая муку б либо я муку б дописываю трачу на это одно единицу расстояния на наращивание типографической ошибки плюс типографическая ошибка между этим и и любыми двумя словами есть какая-то длина типографической ошибки да между словами не знаю рот да и не знаю жизнь между ними есть типографическое расстояние 3 буквы удалить 5 вставить 8 понятно она есть одно определено для любых двух слов чтобы понимание не то что тут вот я вот а вдруг там не был не а у тут это не важно но я могу рассмотреть типографическое расстояние между вот этим вот этим плюс дописывание а или там я заменю а на б да ну плюс типографическое расстояние между этими двумя ясно у меня три варианта откуда я могу и естественно что я ищу минимальное типографическое расстояние поэтому я что делаю я ищу минимум помните у нас была очень похожа задачка поиск наибольшей общей подпоследователь вот почти один в один что у нас получается значит в этом случае а f мин и минус 1 g минус 1 плюс 1 я пишу минимум 1 1 1 плюс минимум из и минус 1 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 и дальше совпадение уже там эти буквы это рекуррентно уже пусть вот эта функция там рекуррентно разбирается понятно но естественно я не буду запускать это рекурсией а можно начать это с крайнего случая собственно теперь вопрос именно о крайнем случае это когда не совпадает да это когда не совпадает теперь крайний случай он очень простой значит какая как типографическая разница между пустой под строкой пустой строкой ф ноль ну под строкой в данном случае да когда ноль символов входит да и под строкой длины жи чему она равна она очевидно равна самому жи да то есть все же символов нужно вставить f и нулевое чему равно и поскольку мне заранее известны длины и той и той под строки осталось бы минуты 38 минут то что я делаю я создаю себе двумерный массив то бишь список списков или реально двумерный массив как удобно и дальше начинаю что делать заполняю вот эту функцию постепенно значит здесь я прописываю f нулевой нулевой ноль один два три четыре пять шесть семь один два три четыре а дальше очень важно подглядывать в то какая последняя буква давайте конкретные слова пропишем рома и ст у д е н т студент рома и ст не ну слишком просто на самом деле давайте что-нибудь чтобы совпадало рома и облом облом пять букв у нас получилось пять букв и пять букв смотрим у нас соответственно от нуля до четырех от нуля до пяти да рома у нас идет вот вот сюда и так соответственно а так что я смотрю я сейчас смотрю пустые вначале ну а пустые уже не надо начинаем заполнять слева направо вот эту строчку значит я сейчас для буковки r этой строки да я начну вот здесь наращивать значит один один вот здесь вот чему это равно буква одинаковая нет раз значит я беру минимальное из этих чисел минимальный ноль и приплюсовываю единичку так отлично дальше я двигаюсь дальше слева направо по слову облом в буковку b добавляем b и r совпадают нет я выбираю минимальное из них и сюда мне все равно какой из них но в любом случае у меня тут возникает два потому что плюс один так буковка l добавляем давайте я тут прям напишу облом ой прошу прощения это нулевая облом а здесь рома и так дальше двигаемся у нас буковка l включается l и r не совпадают ищем минимум ну не важно я сейчас его отсюда буду уже тащить 3 да дальше o o и r не совпадают значит я опять же минимум беру из этих и троек и сюда плюс один 4 m не совпадает с r я тащу сюда 5 получается расстояние да видно да да дальше включаем буковку стираем включаем буковку o r o и o совпадают поэтому я говорю значит я могу рассмотреть типографическое расстояние между r и пустой строкой пустой это да то есть просто и копирую 1 замены не требуется при этом дальше буковка b что у меня получается буковка b она у меня не совпадает да значит но в любом случае дальше не будет совпадать я копирую сюда 2 дальше o и o совпадают так o и o совпадают я беру l l l l l l l l 3 да вот сейчас o совпадают я беру меньшее из двух а ну а прошу прощения какое меньшее из двух o совпадают поэтому я беру по диагонали вот отсюда и копирую без увеличения понятно то есть я говорю раз эти буквы o совпадают то длина типографического расстояния между ρ и oblo равна длине типографического расстояния между r и oblo а она равна 3 значит между ρ и oblo тоже 3 так дальше соответственно мы добавляем r добавляем оно с o не совпадает поэтому я беру минимальное минимальное здесь 3 и получается 4 между ρ и oblo у нас 4 расстояния дальше стираем угло сюда подключаем букву m так что у нас получается 3 4 так o и m не совпадают ищем минимум минимум сверху единичка прибавляем единичку получаем двоечку так дальше b и m не совпадают ищем минимум минимум в единичке сюда двоечка дальше дальше что у нас еще там l l не совпадает ищем минимум так o не совпадает ищем минимум ну вот здесь везде минимум неважно откуда 4m совпало 3 значит я что беру по диагонали 3 то есть у меня между ρ и oblo расстояние такое же как между ρ и oblo так ну и видно уже на самом деле хотя нет еще не очевидно давайте последний раз ρ max ну тут будет быстро а ни с чем не совпадет да поэтому у меня будет искаться минимум минимум отсюда 3 минимум отсюда 2 да плюс 1 3 минимум отсюда 2 плюс 1 3 да 3 значит плюс 1 4 минимум отсюда а отсюда минимум между прочим сверху приходит да 4 межде прочим точно так же как мы в динамическом программировании для короля искали траекторию. Правда, я не писал алгоритм, да, для кузнеечка писал. Восстановление. Здесь тоже мы можем восстановить собственно, а где у нас минус один, мы двигаемся, да, а если буква совпадает, то прямым переходом. И найти собственно последовательность типографических замен, которая необходима для того, чтобы осуществить замену одного в другую. Понятно? Так. Все на сегодня. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.